какого командира поставить если вам в игре нужен от командира максимальный обзор и на самом деле в нашей игре есть несколько таких вариантов до кого можно поставить кто много действительно много дает обзора ну например да какой-то вариант классический такой да это эрину кону у которой с одной стороны вы можете найти и перки на незаметность но и с другой стороны можете еще плюсом взять обзора здесь получается 15 10 плюс 5 20 в общем почти 30 метров обзора в целом у этого командира есть плюс опять же можно зацепить как-то незаметность я ее все-таки вкачиваю больше именно на незаметность вариант 2 кого еще можно поставить по поводу хорошего обзора это иоанне сана и я действительно катался какое-то время с этим командиром потому что здесь есть считаете 15 20 25 метров постоянно работающих но меня особенно подкупил да вот этот перк он прибавлял аж со 39 метров то есть почти 40 метров то есть в итоге здесь а может получаться просто невероятные цифры до 25 плюс 40 там 64 короче 64 метра обзора и думаешь офигеть но этот перк с условиями довольно неприятными плюс 39 метра к дальности обзора после обнаружения противником во первых то есть после обнаружения это уже как бы не очень хорошо но в целом я использовал этого командира именно как контр свет на лтшках то есть когда ты тебе нужно пересвечивать во что бы то ни стало лтшек ну то есть ты где-нибудь прорываешь фланг да и до тебе лтшка в кустах которая сидит пересветила но тут же у тебя врубается плюс 40 метров и скорее всего ты ее засвечиваешь и в принципе это хороший вариант но единственное что смущает второе это время действия 10 секунд и она активируется не чаще одного раза в 30 секунд ну то есть есть еще дополнительное ограничение этой штуки а какие еще есть варианты кто еще мог бы дать обзора и интересно довольно вариант это дуглас кстати у меня прокачан по-другому но тем не менее этот командир может очень много обзора дать на самом деле я его еще потом наверное отдельно как-то рассмотрю здесь есть считаете во первых здесь первых 15 метров здесь но почти 9 метров короче говоря это 24 метра и еще здесь почти 9 метров это получается 33 метра до 34 метра 34 метра короче говоря 34 метра это уже неплохо и вот тут еще тридцатка то есть мы можем получить те же 64 метра обзора но единственное эта штука отнимает у тебя 5 процентов незаметности и но не сказать что 5 процентов незаметности это прям много но все-таки неприятно да когда у тебя командир дает тебе обзор но отнимает незаметность обычно командиры дают и обзор и незаметность ну то есть в идеале но цифры реально получаются очень крутые поэтому в целом этот командир довольно сам по себе с интересными перками он тебе и прочности машины может прибавить да и ничего не очень интересного там скорострельности естественно у него базовые перки но вот как бы когда переходим к базовым перкам то тут понимаем что вешать на какой-то ббмку этого командира но не получится скорее всего основной перк это 7 процентов максимальной прокачки 736 к скорострельности но минус семь процентов к незаметности и к ускорению то есть эти два перка как говорится вот они тут впаяны и ты с ними ничего не сделаешь поэтому приходится отталкиваться именно от этих перков и поэтому если еще этот берешь в общем с незаметностью у тебя будет все печально но обзора будет давать много да не вопрос едем дальше как насчет еще одного командира которого теперь я использую уже на постоянке на лтшке это хон карлс миромон в принципе я уже делал гайд по этому командиру но тогда его прокачивал совершенно по-другому поэтому решил обновить этот гайд я прокачал его вот таким образом давайте посмотрим что здесь вообще есть самый главный перк плюс 32 метра к дальности обзора да с условием если в радиусе 25 метров нет союзников но на самом деле это такое условие не сильно мешающие но если прям ты совсем толкаться не будешь до союзниками то нормально он он работает на постоянку далее здесь конечно не супер там крутые какие-то перки прибавляет там это фигня вообще есть вот два перка неплохих по проценту характеристикам экипажа ну и десанта сразу же опять же до плюс 5 процентов к незаметности дополнительных очень не лишним с таким же условием если нету союзников в 25 метров и в итоге дальше мы собираем 5 метров 5 метров здесь есть немножко незаметности еще от кустов и крон акт очень наоборот к обзору через кусты и кроны и еще 5 метров 15 метров то есть здесь еще плюсом скорострельности опять же если есть рядом противники есть к скорострельности дымовой завесы что тоже не лишнее то есть в итоге у нас получается вроде бы немного до 5 5 5 15 но вот с этим это 47 же то есть почти полтос обзора 47 метров ну практически постоянно работающих как я уже сказал да но если прям вы совсем не будете в притирку союзниками то эта штука будет работать то есть этот командир дает хороший стабильный обзор 47 метров и при этом дает еще незаметности ну то есть по сути ну как я вижу вода из всех командиров которые я перечислил этот командир в плане обзора самый лучший то есть опять же да вспоминая оконал здесь немного здесь совсем немного здесь буквально 20 ну почти почти 30 метров ну то есть это нормально так меньше и да можно зацепить те же пять процентов незаметности но все же опять же да ну как по поводу дугласа я уже сказал и остается иоанни сана который в принципе имеет но немного 20 опять же 2 без вот этого с условием перка тут тоже всего 25 метров то есть 25 метров 30 метров а здесь просто один перк базовый дает 32 метра и до кучи еще плюс 15 получается поэтому но на мой взгляд да да этот командир хуан карлос мирамон сейчас вот именно для ну по крайней мере для лтшек я чаще всего его использую хотя на самом деле его можно использовать и на ббм как вам вообще ничего не мешает да все таки вы можете упороться там ну ббм ак базовая незаметность довольно таки хорошая и плюсом вы прибавите еще обзора там еще в оптике навертеть ну там общем цифры можно получить очень крутые в целом но как бы я обычно использую все таки на незаметность ббмки вкачиваю максимальная незаметность да по поводу используя оконал поэтому хотя на самом деле здесь есть варианты и и немножко захватить обзора и вот этого короче всего по чуть-чуть так что если вас интересует командир который вот прям нужен вам для обзора то хуан карлос мирамон хороший выбор причем это обычный командир который не голдовый какой-нибудь не там супер редкий из какого-то марафона вполне себе хуан карлос мирамон открывается легко и непринужденно на дайте вспомнить я как раз сейчас собственно вкачает wing и как раз этот этим вопросом и задался по моему это на лавке они ответственными на лавке значит да точно на этом на семьдесят двоечки как раз 72 а многострадальная то ветка вот он из командир то есть вообще без проблем на шестом на пятом уровне танк хотя опять же тут конечно хитрая очень хитрая ветка здесь вроде как пятерочка но вам придется пройти через какую-то другую пятерочку прежде чем его забрать но в целом он недалеко и вполне себе реально забрать его прокачать и что называется будет вам счастье в общем на этом у меня все не забываем ставить пальцы вверх если хотите еще про какого-то командира чтобы я подробнее рассказал или в принципе какого можно можно поставить командира на тот или иной класс техники то пишите об этом в комментариях ну и до новых встреч пока